А хочешь, я тебе расскажу способ, как превратиться в бабку Грэнни? Длинные ноги! В самого настоящего пасхального кролика Бонза! В летнюю длинноногую мамочку? Ну и самое интересное! Я превратился в Шрека длинные ноги! Ну а если ты хочешь узнать, как стать каждым из этих персонажей, обязательно смотри видео до самого конца! А ещё будет парочку секретных персов! Кажется, наш режим в Роблоксе немножечко обновился. Появился какой-то новый предмет за 100 робоксов, покупать я его, конечно же, не буду. А просто пойду искать новенькие морфы. И кажется, там вдалеке я видел только что какой-то светящийся предмет. И можно, конечно же, сразу же его забрать. А, это какое-то яичко. Окей, я думаю, что сейчас мы, конечно же, быстренько его соберём. Тем более, что парочку штук у меня уже есть. А нет, вот это второе. А ещё вижу то, что там наверху что-то светится, какая-то игрушка. И нужно теперь просто до неё добраться и всё. Так, подожди, а как мне это сделать? Э, я не смог, блин, меня скинуло. Окей, попытка номер два. Сейчас я до неё 100% доберусь. Вон там чувак же бегает, значит и я как-то могу до туда забраться. Только у меня, блин, нифига не получается. Десять минут спустя. Да это просто какая-то вакханалия. Я не могу забраться по этому мостику. Чё вообще за дичь? Давай тогда попробуем по другой стороне пробежаться. О, вижу ещё какой-то ключик. А для чего он нам, пока что непонятно. Ну ладно. Тогда просто погнали дальше. Может ещё чё-нибудь интересненькое найдём. В ту локацию я вроде бы ещё не ходил. Тогда мы с тобой должны просто забраться по мостику. И сейчас у нас точно получится. Блин, здесь точно так же. Нифига не выходит. А как мне в бок-то прыгнуть? Здесь я чё-то застрял. Наверху меня тоже не получается подняться. Здесь получилось. Мне теперь нужно просто как-то повернуться обратно. Но я не знаю, как мне это можно сделать. Фух, вроде бы получилось. И здесь лежит какая-то панда. Чё это за чувак вообще? Мамочка длинные ноги панда. Ага. А ещё здесь есть какие-то кнопки. И походу я могу управлять этим режимом. Нифига себе. Я просто взял и закрыл все двери. Ха-ха. Теперь вы никуда не пройдёте. Возможно, конечно, двери я закрыл только у себя. А у них они открытые. Тогда будет на самом деле немножечко обидно. Но я могу превратиться в эту самую панду длинные ноги. И выглядит она, конечно, очень прикольно. А она тебе нравится или нет? Напиши в комментариях, насколько ты её оцениваешь по 10-ти бальной шкале. Я, пожалуй, ценю на восьмёрочку. Так, на всякий случай все ворота я открою. И теперь погнали. Опа-на. Вижу ещё одно яичко. Сразу же его собираю. И оно уже третье. И давай посмотрим, что у нас есть в этой локации. Мне кажется, мы сейчас найдём что-то интересненькое. Опа-на, сразу же первый светящийся предмет. Мамочка, длинные ноги, бабушка. Стоп, мне показалось? Или это была бабка Грэнни? Нет, не показалось. Ты посмотри, какая она криповая. Ёк-макарёк. Привет, бабушка, длинные ноги. А ты что такая страшная-то? Я лучше превращусь обратно в обычного персонажа. Так, здесь есть какая-то вентиляция. Я так понимаю, туда можно зайти. Давай сначала здесь что-нибудь посмотрим. Ещё вдруг что-нибудь интересненькое найдём. Но, по всей видимости, нифига подобного. И я оказался в какой-то водной комнате. Какие-то водные тут туннели есть непонятные. Что это вообще за фигня? Так, сюда я могу вставить красную кассету. Стоп, так я же красную кассету вроде как уже находил. Или нет? Они тут просто, блин, все одинаковые. И я вот не помню, такую я находил кассету или нет. Здесь вроде у нас ничего не работает. Наверх я забраться вроде тоже не могу. Вот эти лампочки вообще похожи на каких-то амогусов. Зачем они так сделали, блин? Но я так понимаю то, что здесь больше ничего нету. Поэтому отсюда, по всей видимости, можно просто уходить. Может есть где-нибудь секретные комнаты какие-нибудь? Под этим камнем у нас нифига. Ладно, погнали обратно. Вижу вдалеке ещё какое-то светящееся яичко. И у меня как раз последнее оставалось. Сейчас я его соберу. И походу мы с тобой превратимся в нового персонажа. Бан за бани пасха. Стоп, я что, сейчас превращусь в пасхального кролика? А где он находится? Я его даже найти пока что не могу. О, нашёл. Нифига себе, у него реально есть целая корзина яичек. И ты просто посмотри, какой он счастливый. Так и хочет тебя кокнуть. Окей, давай здесь ещё немножечко пробежимся. Потому что у нас режим ведь обновился. И по-любому есть какие-нибудь ещё секретные предметики. Но пока что что-то я нифига не вижу. Наверху вроде там тоже ничего нету. Погнали тогда попробуем зайти в эту комнату. По-любому что-нибудь ещё появилось. Опа-на, вижу какой-то мячик. Я не понял, а кто у меня сейчас разблокировался? Там просто картинка какая-то пустая была. А, нифига себе, летняя длинноногая мамочка. Походу она собралась на море. Интересно, а ты в этом году поедешь куда-нибудь в отпуск или нет? Если ты куда-нибудь собираешься, напиши об этом внизу в комментариях под видео. А мне будет интересненько это всё почитать. Но с такой длинноногой мамочкой я, конечно, максимально в шоке. Окей, давай зайдём в комнату Кэллиуту. Может у него тоже что-нибудь появилось? Опа-на, жёлтая пластинка. А, красная! Так, красная пластинка. Получается, наверное, я могу тоже её где-нибудь использовать. А может и нет. Если что, я просто подобрал. И помню то, что у меня есть такая пластинка в руках. Погнали в лифт. Погоди! А в электричестве я вроде бы ещё даже не был. И нашёл ещё какой-то ключ. А у меня места нету в инвентаре. Всего лишь три слота есть. Руки, ключик и вот эта вот пластинка, которая у меня есть. Но можно взять ещё и ключ. Я, правда, не знаю, что с ним можно сделать. И смотри, у нас здесь есть что-то жёлтое светящееся. Походу, это новенький предмет. Кажись, это жмыхнутая мамочка длинные ноги, которую просто ударила электричеством. И у меня волосы просто дымом стали. Прям как у меня. Они у меня, конечно, не жёлтые. Но ёк-макрёк, она даже когда идёт, от неё электричество исходит. Офигеть! Походу, сильно ей досталось. В телепортах у нас появилась какая-то новенькая локация. Канализация? Её вроде бы здесь не было. Давай, давай. Давай, конечно же, посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Так, есть какой-то замок. И у меня есть как раз зелёненький ключик. Может быть, он подойдёт? Давай просто проверим, как использовать. О, мамочка длинные ноги, свинка. Чего? Какая ещё нафиг свинка? Вы чё, кокнулись? Ты просто посмотри на этого перса. Он какой-то максимально странный. И это чё, какая-то свинка Пеппа, что ли? Чё вообще за дичь? Ладно, давай попробуем зайти вот в эти проходы. И нас сразу же телепортирует. Пока что, правда, непонятно куда. Но я вижу ещё какие-то очки. Дедушка длинные ноги. Кажется, мы нашли папу длинноногой мамочки. И если ты не знал, он выглядит именно вот так. Э, я не понял. А ты чё смотришь? И всё ещё лайк не поставил? Поставь, пожалуйста. А то я уже старенький. И лайков я очень мало видел в своей жизни. Чувак, да не переживай. Мы, конечно же, тебе поможем. Он уже капец какой старенький. И говорит то, что видел очень мало лайков. Нужно, конечно же, ему помочь. А я пока что оказался в какой-то новой комнате. И куда меня телепортировало? Я чё, в раковину, что ли, зашёл? Ёп-макарёк, меня походу куда-то... О, вижу туалетку. А, туалетку. А я помню, где она может нам понадобиться. Кажется, я знаю, кого мы разблокируем следующего. Если что, скажу тебе по секрету, что это Шрек. Ты, возможно, сейчас пока что нифига не понимаешь. Но это действительно так. Потому что я знаю, у нас на улице есть чувачок, которого мы можем разблокировать с помощью туалетной бумаги. Как бы это странно не звучало. Ещё на стенах у нас есть какие-то надписи. Здесь написано «Возвращайся обратно». Окей, погнали тогда зайдём во второй телепорт. Здесь нас куда приведёт? Э, я не понял. Меня два раза телепортировал. Я вообще-то не хотел так делать. Ну ладно, пофиг. Обернись, купидон-нуб. Э, куда обернуться? Я не понял. Чё, здесь около меня кто-то есть, что ли? Опа-на, вижу какую-то записку. Обнимашка зомби. Ага, кажется, я могу какого-то хагиваги зомби разблокировать. Но для этого мне нужно куда-то... Один, два, два, три... Э, это что вообще всё значит? Я чё-то пока что немножечко не понимаю. Ага, один, два, два, три, один, три... Короче, если ты понял вот этот вот квест, напиши, пожалуйста, как он работает. Я, конечно, сейчас постараюсь с ним разобраться, но я вижу то, что наверху у нас там был какой-то только что светящийся мозг. И мне нужно придумать способ, как до него добраться. Возможно, конечно, нужно просто руками его зацепить, но нет, так не получается. Может быть, нужно как-то пропаркорить. И давай, конечно же, попробуем это сделать. Только пока что что-то у меня это как-то получается с трудом. Аккуратненько, главное, не упасть. Это хорошо. Блин, всё-таки упал. Возможно, мне нужно пробраться по вот этой вот стене. Видишь, она потому что под наклоном. И я думаю, что вообще не зря. Окей, получилось. Блинский, блин, упал. Я думал то, что по листочкам тоже прыгать можно. А оказалось, что нифига подобного. Окей, попытка номер 999. Аккуратненько прибираемся. Сейчас мне нужно просто ускориться и допрыгнуть хорошо. А куда дальше? А дальше, что я никуда запрыгнуть не смогу? Офигенно, блин. А что если взять и попробовать спуститься прям в эту вот трубу? Сейчас только аккуратненько. О, получилось! Я куда-то телепортировался в ту же локацию, где я и с самого начала был. Ёк-покарёк. Походу, можно было этот путь немного сократить. Прям через этот вот телепорт. Ладно, давай ещё раз записку посмотрим и попробуем понять. Возможно, если как-то специальным образом пройти по вот этим вот телепортам, то у тебя получится забрать как-то ту голову. Но я пока что вообще ещё нифига не понял. Я уже с этой головоломкой сижу минут 10. И у меня вообще нифига не получается. Опа-на! А что если попробовать забраться прям по вот этой трубе? Интересно, я по трубе вверх могу ползать? Нет, походу, не могу. Не получается. И вон, смотри, вот этот мозг уже капец как рядышком. Мне, походу, нужно всё-таки как-то с помощью телепорта это сделать. Но я вообще не понимаю, каким образом, блин. Давай попробуем пропаркурить с другой стороны. Вроде бы, я думаю, что у меня должно это, конечно же, получиться. Аккуратненько. Главное, только не упасть. Как у меня это уже произошло несколько раз, блин. Так, тихо, сейчас мне нужно, наверное, скорее всего, вниз. Или до туда вверх я, скорее всего, не допрыгну. Ладно, сюда аккуратненько не падаем. И вот, смотри, вот мозг уже рядышком со мной. Как мне, блин, его собрать-то? Я не знаю, у меня нифига не получается. А допрыгнуть у меня, скорее всего, тоже никак не выйдет. Телепортироваться на руках я тоже не могу приближаться никак. О, я руку свою зарядил. И чё? А как мне это поможет? Я упал. О, прикольно. Короче, если ты понимаешь, как можно пробраться по этим телепортам, напиши мне, пожалуйста, в комментариях, а то я реально не могу врубиться. О, вижу какое-то яблоко. Это тоже для инвентаря. У меня он уже переполнен. Дэдди Лонг Лэкс Скала. Опа-на! Кажется, я превратился в самого настоящего качка. Чего? Я такого вообще даже не ожидал. У него ещё есть какая-то анимация полотенца. Видимо, после тренировочки, после душа он на себя его натягивает и идёт в душ. Ой, точнее, перед душем, получается. Ладно, с этим всё понятно. Давай мы тогда с тобой телепортируемся на улицу и идём сразу же на болото, потому что на болоте у нас живёт Шрек. Мы ему сразу же даём туалетку и разблокируем нового перса. И новенький персонаж, как ты понимаешь, это Шрек Длинные Ноги. Я, правда, даже не понимаю, мальчик это или девочка, но выглядит он вообще опупенно. Эх, я не понял. А ты что на меня смотришь? И на видео не нажимаешь, которое здесь перед тобой уже появилось? Нажимай скорее.